Депутатский мандат как проходной билет в финансовый рай. А там не только тендеры. Кто в этом раю уже побывал и кто кого теперь туда не пускает? Подробнее наши журналисты. Предприниматель из Христиновки Валерий Костюк показывает собственный музей революции. И в 2004, и в 2014 он был на Майдане. А сейчас переживает Майдан личный. Все из-за того, что осмелился публично критиковать кандидата в нардепы Антона Яценко. В прошлом бютовец, а потом регионал, теперь самовыдвиженец. Но методы у кандидата, по словам Валерия Костюка, те же. Я начал отримать погрозу от него. Он дошел до того, что прославил людей незрозумелой из внешности с 90-х роков, которые начали меня погроживать там. Как только эта история получила огласку, Антон Яценко в фейсбуке назвал заявление Валерия клеветой. Мол, конкуренты по избирательному округу хотят снять его с выборов. Да вот только свидетелем телефонного разговора Яценко и Костюка стал сам начальник Христиновской милиции. В кабинете его начальника проводилась разума, он слышал слова, потому что был вимкнен громкий свет на телефоне. Все, что он слышал, его было также допитано в качестве свидетеля. 200 округ для Яценко по одному прикормленный. Если верить надписям, чуть ли не каждая лавочка установлена его руками. Прошлые парламентские выборы Яценко выиграл в Бумане и Христиновке. Но благодаря ли скульптурам и уличным фонарям. Я была членом окружной выборной комиссии в 200 округе. И после того, как уже выборы произошли, мои сотрудники рассказывали про то, что уничтожила печатка. С этой печаткой фальсифицировали документы. Кроме того, был массовый покуп выборцев. Люди подписывали договор, что они получают 200 гривен до выборов. И после выборов, в разе, если Антон Яценко будет победителем. В народе Антон Яценко сливет крестным отцом тендерной мафии. Долгое время он возглавлял в парламенте профильный комитет. И стал героем громких журналистских расследований, связанных с коррупцией и отмыванием бюджетных денег. Уманский журналист и общественник Герман Рахмасуллин точно знает, зачем Яценко нужен мандат. Сейчас все оценочные дела, это потоки, финансовые потоки, в карман Яценко и его команде. Без мандата народного депутата он этого сделать не сможет. По факту угрозы жизни Валерия Костюка милиция начала уголовное производство. Также дело на контроле областной прокуратуры. Если это будет без наказа, то это будет продолжаться. Ольга Серова, Никита Победоносцев. Подробности с телеканал Интер. Черкасская область.